Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Вопросы, которые были в процессе подготовки, это питерного периода, сняты. Сколько уйдет на проверку систем? А также союзное государство, беспошлиный ВОЗ и бесплатный чемодан. Белавия вводит новые нормы багажа на рейсах в Египет. Что изменится? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доступная корзина. Парламентарии продолжают проводить мониторинги цен. Крупные ритейлеры выбор не случайный. Магазины в шаговой доступности с известным брендом и широким ассортиментом привлекают покупателей. На этом и могут сыграть владельцы. О выгодных предложениях Карина Гуревич. Страну в конце лета взбудоражила новость. Один известный ритейлер завышал стоимость товара. На некоторые позиции на отбавки превышали 130%. За попытку нажиться на людях сеть была оштрафована почти на 16 тысяч рублей. В Обруйске за этим особый контроль. В торговом центре на Максима Горького парламентарии обращают внимание не только на стоимость, но и на ассортимент, качество, сроки хранения. Не последнюю роль играет и мнение покупателей. А за какими продуктами в магазин приходится? За всеми. Начиная с черного хлеба. Люблю черный хлеб. Натуральный. Жита. Вас устраивает цена на него? Цена устраивает. У меня пенсия нормальная. Проверяют то, что в приоритете. Молочку, крупы и овощи. На полках обязательно должны быть представлены социально значимые товары. К слову, с января во многих торговых сетях действует 10-процентная скидка для пенсионеров, инвалидов, многодетных, малообеспеченных, а также тех, кто получает ежемесячное пособие. Каждый день оформляют. У нас каждый день есть приобретения по ним. Люди оформляют, пользуются. Факция у нас работает. У нас есть целый отдел маркетинга в городе Бресе. Занимается целая команда этим. Поэтому у нас все товары социально значимые, обозначены ценничками. Крупные торговые сети, выбор не случайный и магазины в шаговой доступности с известным брендом и широким перечнем привлекают покупателей. На этом и могут сыграть владельцы. В месяц надбавка не должна превышать 1,2%. В этот раз без нарушений. А где-то цены даже ниже допустимых продавцы отмечают. Раньше не хватало продукции в Тетропаке, однако и большого спроса на нее не было. Сейчас же ассортимент на полках поражает. Больше всех постарались отечественные производители. На замену западным диковинкам пришли белорусские аналоги. Каждый депутат это потребитель. Он ходит точно так же, как все граждане покупают товары и продукты. И на сегодняшний момент, работая в округах, ежемесячно мы проводим такой мониторинг. Мы сотрудничаем с нашим управлением торговли Бобруйского госполкома. Проводим информирование, разъяснительную работу, совещания с субъектами торговли. Вся информация у нас размещается на сайте Бобруйского госполкома. Нормативные правовые акты, в частности, и постановление о регулировании цен номер 214. А это здание на интернациональной 76 знает едва ли не каждый. Аптека работает круглосуточно, соответственно, пользуется популярностью. Мониторинг касается и медикаментов. В сети фармации цены должны быть заморожены на 46 позиций. Все препараты в наличии. Стоимость 30-ти не изменялась с апреля, а где-то даже стала ниже. Лекарство для снятия раздражительности, например, подешевело. А вот сезонная микстура от простуды, наоборот, подорожала, но в допустимом пределе. Видим, что ведется работа с поставщиками для того, чтобы они снижали цену. Идет регулирование. Как глава государства обозначил, важно, чтобы была доступность товаров первой необходимости, в частности, и лекарственных препаратов. Для удобства в стране создан портал для сравнения стоимости товаров, где можно в любое время найти выгодное предложение. Но часто люди в спешке не успевают задуматься, где взять продукты подешевле. И тогда все карты в руки ритейлеров. Но их совести, как показывает практика, доверять не стоит. А вот кому отдать предпочтение – дело каждого. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Как Silent Hill, в ближайшие дни в стране ожидаются дожди и туманы. По статистике, более трети самых серьезных аварий происходят именно в условиях ухудшения видимости. ГАИ призывает водителей быть предельно осторожными. В такую погоду нужно включить ближний свет фар, снизить скорость и увеличить дистанцию до других автомобилей. И, конечно, избегать резких маневров. Не включайте дальний свет фар, так как из-за него перед водителем возникнет плотный световой занавес, ослепляющий собой водителя. Двигайтесь плавно, избегайте резких торможений и перестроений. При вынужденной остановке необходимо съехать на обочину и обязательно включить аварийную сигнализацию. А при выходе из машины надеть светоотражающий жилет. О безопасности не следует забывать и пешеходам. Меньше рисков, больше здоровья. В Бабруйске стартует вакцинация против гриппа. В поликлинике уже поступила российская трехвалентная вакцина Гриппол+. Бесплатно прививать будут как взрослых, так и детей шести месяцев. Как отмечают эпидемиологи, заболеваемость последние два года была низкой, но в этом ожидается рост. Основные симптомы гриппа – заложенность носа, боль в горле, температура до 39 градусов, тошнота, рвота и снижение аппетита. Самое частое и опасное осложнение – пневмония. Прививочная кампания по всей стране пройдет согласно графику с октября по декабрь. Союзная интеграция, образовательные процессы, почтовые отправления. Беларусам продлили беспошлиный ввоз товаров из-за границы. О чем речь? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь и Россия выполнили половину задач по углублению союзной интеграции. Товарооборот между странами превысил 22 миллиарда долларов, и это только за 7 месяцев. В ближайшее время должны вступить в силу два десятка проектов по импортозамещению. Уже сейчас партнеры формируют новый пакет программ, который заработает с 2024-го. В стране утвердили правила безопасности в образовательном процессе. К примеру, в детские сады теперь нельзя заносить велосипеды, самокаты и санки. Родители могут посещать учреждения только в часы работы, а руководитель, его заместители, представители обслуживающих организаций, сторож и охрана – круглосуточно. С животными заходить на территорию запрещено вовсе. Беларусам продлили беспошлиный ввоз товаров из-за границы. Сейчас это 1000 евро. Речь идет об импорте всеми видами транспорта, кроме воздушного, а также о почтовых отправлениях. Такое решение поможет поддержать в условиях санкций избежать дефицита продукции. Порог будет действовать до 1 апреля. С нового года продавцы на сельхозярмарках будут обязаны иметь кассовое оборудование. Обязательное условие – заключить договор с Центром технического обслуживания и ремонта аппаратов, а также подать заявки на подключение. Специалисты рекомендуют уточнять у производителей возможность последующей доработки. Белавия вводит новые нормы багажа на рейсах в Египет. Ограничения коснутся перелетов в Хургаду и Шарм-Аль-Шейх без технической посадки. Пассажир теперь может перевезти бесплатно чемодан, если сумма всех его показателей не будет больше 158 сантиметров. Это высота, ширина и глубина. А вес не превысит 14 килограммов. Платная услуга провоза дополнительных мест не предоставляется. Главнее всего погода в доме. В Бобруйске включают отопление в жилищном фонде, общежитиях, банях и театре. Соответствующее распоряжение подписал председатель горисполкома. Однако процесс это не одномоментный. Пуз занимает до пяти дней. Еще 10 суток отводится на развоздушивание систем, если оно требуется. Напомним, с 20 сентября затопили в детских садах, школах, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях. Жилищный фонд полностью готов к отопительному периоду 22-23, включая как теплоисточники, как и потребители. Вопросы, которые были в процессе подготовки отопительного периода, сняты. Плотно работали с представителями Бобруйск энергогазнадзора, с тепловыми сетями, с Бобруйской теплоэнергетикой. Плавную дату включения отопления можно уточнить на портале 115 СБЕЛ. Однако она может не совпадать с фактической. На цифровом в сервисе ЖКХ необходимо ввести адрес, затем нажать «Данные по дому». В конце страницы появится информация. Краски победы. Юная Бобручанка заняла третье место в республиканском конкурсе «Право на детство». В творческом соревновании приняли участие более тысячи ребят со всех регионов страны. В финале среди 200 работ в тройке лидеров возрастной категории от 7 до 12 оказалась 8-летняя София Рак. Учащиеся объединения по интересам «Разноцветные чудеса» занимается рисованием только второй год, а уже держит в руках диплом и подарок от Министерства юстиции. Расскажи, что ты изобразила на своем рисунке? Профессии. Кем ты хочешь искать? Доктором, медсестрой, постельоном, строителем. Какой подарок ты получила? Колонку. Среди тем конкурсных работ – права и обязанности ребенка, социальная защита детей, сирот и инвалидов, а также история моей семьи в истории страны. Победители определены в трех возрастных группах. Сразу после нас сирена моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»